В отношениях с Западом России нужны юридические обязывающие гарантии, а не устные заверения, заявил Владимир Путин. Напомню при этом, что США с легкостью выходят из международных договоров, когда они становятся им неинтересны. Президент также отметил, что в современных военных конфликтах побеждает тот, кто принимает нестандартные решения. В России нужно готовить такие кадры, как все эти заявления комментируют политологи. Что хотят, то и делают. Выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, Владимир Путин заявил, что Москва ждет юридические гарантии, а не расширение НАТО, хотя не очень верят в то, что они будут крепки. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что США готовят провокации на востоке Украины с использованием химоружия. О том, какой сигнал Западу послали Путин и Шойгу, в комментарии политолога Георгия Буфтын. Во время выступления перед расширенной коллегией Минобороны, Владимир Путин периодически отвлекался от написанного текста и говорил от себя. Когда, например, речь шла о том, что Америке нельзя верить даже когда она дает юридические гарантии, потому что она от них легко отказывается. Или о том, что в свое время у НАТО не было никаких оснований расширяться на восток, поскольку мы были практически союзниками, а американские советники сидели со звездно-полосатыми флажками у себя на столах на важных государственных объектах в России. И еще когда произнес слово «надоело» в отношении всех этих натовских и американских подлостей и обманов по отношению к ранее данным устным обещаниям. А далее, произнеся ожидаемую фразу о том, что на все это будет дан адекватный ответ, он столь же предсказуемо не стал его расшифровывать. Просто перечислил факты растущей военной мощи России и упомянул фактор подлетного времени на натовских ракет, если таковые будут размещены на Украине. Добавив, что Россия этого не потерпит. Почему Путин не стал раскрывать все карты насчет так называемых «контругроз» со стороны Москвы? По очень простой причине. Конфиденциальные консультации между Москвой и Вашингтоном по гарантиям безопасности уже начались. Ультимативные требования обнародовании МИДом 17 декабря не получили пока однозначного и категорически отрицательного ответа со стороны Вашингтона. Вместо этого последовали намеки на то, что в этом российском списке все же есть о чем поговорить. И пока разговор не зашел в тупик, натолкнувшись, например, на встречный ультиматум со стороны Америки, скажем, уйти с Юго-Востока Украины и из Крыма, не будет приведен в действие и российский ультиматум. Термин «подлетное время» часто употреблялся во время ракетного кризиса 80-х годов прошлого века, когда СССР и США разместили свои ракеты средней и меньшей дальности с ядерным оружием в Европе. Тогда говорилось о 15-20 минутах подлетного времени до Москвы. И тогда нагнетания политических строссей хватило для возгонки довольно острого международного кризиса, выразившегося в том числе в массовом антивоенном движении в Европе против размещения американских першингов. Все завершилось подписанием Горбачевым и Рейганом договора о ракетах средней и меньшей дальности, предусматривавшего их уничтожение. В годы правления Трампа Америка из него вышла, хотя обещала пока не размещать такие ракеты в Европе, но обещала, опять же, только на словах. Если нынешнее упоминание Путиным термина «подлетное время» и намекает на один из предполагаемых военно-технических, как было ранее не рассказано, ответов Москвы в случае отказа НАТО на выдвинутые предложения по гарантиям безопасности, то ситуация 80-х годов вряд ли повторится. В Европе сейчас нет столь массового и, главное, пророссийски настроенного антивоенного движения. Зато есть примкнувшие к НАТО страны бывшего Варшавского договора, чье руководство настроено в значительной мере более жестко по отношению к Москве, чем Гранды Европы. И далеко не факт, что в случае размещения американских ракет в Польше, Румынии или странах Балтии такие действия встретят там сколь-либо массовое общественное сопротивление, как было в 80-е годы в ФРГ. Также, если говорить о ракетах средней дальности, то Америка в любом случае не пойдет на двустороннее соглашение с Россией, скорее потребует подключить к нему еще и КНР. Но Китай заведомо ответит отказом, поскольку не хочет связывать себя никакими подобными обязательствиями. Москва постепенно пока нагнетает угрожающую риторику. Вслед за Путиным выступал Шойгу, за спиной которого на экране мелькали кадры, иллюстрирующие либо экспансию и агрессивные намерения НАТО, либо растущую за счет новейших вооружений российскую военную мощь. Примечательно, что одновременно с выступлениями президента и министра обороны из акватории Японского моря с дизельной подводной лодки был произведен пуск крылатой ракеты «Калибр», которая успешно поразила наземную цель на расстоянии тысячи километров. Перед пуском крылатой ракеты был совершен тактический маневр скрытного выхода в район выполнения задачи. Так что пиар-перестрелка между Москвой и Западом продолжается. Главное, чтобы она не переросла у новогодний фейерверк.